Станции метро и МЦД появятся возле домов большинства москвичей уже в ближайшие 6 лет. К 30-му году в столице появится еще 3 новых линии, почти 40 станций метро и 9 новых или обновленных остановок МЦД. Подробнее обо всем расскажет Анна Макарова, она с нами уже на прямой связи, мы ей с удовольствием передаем слово. Аня, привет! Как развивается московское метро? Тебе слово рассказывать, что появится у москвичей в ближайшее будущее. Да, привет! Московский транспорт не стоит на месте, а развивается быстрыми темпами только за прошлый год. В столице открыли 2 диаметра 14 станций метро, в том числе финальный участок БКЛ, а также 2 станции Солнцевской линии метро, за счет чего до аэропорта Внуково теперь можно доехать на метро. Ну и также на 3 станции длиннее стала Люблинско-Дмитровская линия метро. Теперь, конечно, это физтех, где мы сегодня и работаем. Эту и еще 2 станции Люблинско-Дмитровской линии метро открыли осенью прошлого года. Так добираться стало удобнее, например, студентам физтеха, также сотрудникам физтехпарка, ну и, конечно, многим жителям сразу нескольких районов на севере Москвы. Сейчас метрополитен перевозит примерно столько же пассажиров в день, в год, сколько весь наземный городской пассажирский транспорт общего пользования. И я думаю, этот баланс будет сохраняться. И здесь задача обеспечить именно новые территории, а не центральную часть. Центральная часть уже обеспечена станцией метрополитен, и их плотность вполне удовлетворяется соответствующим строительным правилам 500-метровой доступности. А вот новые территории именно нуждаются в новых линиях. И планы по развитию транспорта в Москве, конечно, масштабные. К 2030 году 93% москвичей будут жить рядом со станцией метро или МЦД. По крайней мере, так говорили в Дептрансе. Для сравнения, в 2010 году таких жителей было 72%. И в ближайшие несколько лет рельсовый каркас столицы расширится до 517 станций. Поездки для одного миллиона пассажиров в сутки станут до 30%. Быстрее появятся и новые рабочие места. Транспортный рельсовый каркас города – это тот фактор, который обеспечивает и развитие бизнеса в районе. То есть не только даже бизнес, а, скажем так, в целом сектор услуг, сфера услуг. То есть это и фитнес-центры, это и различного плана магазины, рестораны, галереи, какие-либо бизнес-центры. То есть там, где как раз функция завязана на потоке людей, на востребованности людьми данного направления. Аня, а какие именно станции, линии метро появятся в Москве к 2030 году? Через 6 лет в Москве построят еще 3 линии метро, 39 станций, а также 9 новых или реконструированных станций МЦД. По крайней мере, такие данные приводят в Диптрансе. Вот, например, от Зила до Троицка протянется изумрудная ветка. Метро впервые придет в Берелево-Восточное и Западное. А Берелево-Архангельская линия свяжет Шелепиху на северо-западе столицы с Красногорским округом. Сейчас на всех этих направлениях идут активные работы. К примеру, строительство трех станций Троицкой и линии метро выходят на финишную прямую. Среди них, например, станция Новаторская. Идется монтаж светильников. На сегодняшний день уже смонтировали порядка 90%. Всего по проекту планируется смонтировать 300 светильников. В том числе 142 световые панели, встроенные кессоны. В целом, архитектурное освещение будет расширять пространство пассажирской зоны и создавать комфорт для пассажиров. Всего с 2011 года в Москве открыли 112 новых станций Метро и МЦК. Это самый активный рост в истории столичного транспорта. Но сегодня в Метро и на МЦК 294 станции. Третьи две из них находятся самым делом пассажирской зоны. Так что продолжается и обновление культурного состава, причем не только в Метро, но и на МЦК. Спасибо, Аня. На прямой связи со студией была Анна Макарова. Рассказала нам о развитии московской подземки. Но сегодня она работает у станции Фистех. Мне... Это моя станция. Она ближе всего к моему дому, поэтому одна из самых, наверное, любимых и вот лично мною востребованных. Продолжение следует...